Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Профилактика простудных заболеваний. Вакцинация как спасение от эпидемии. Лучшие в профессии. Лучшие на Кубани. Экскурсоводы отстаивали право на звание лучших в Анапе. Профилактика гриппа и простудных заболеваний. О предотвращении массовых заболеваний и эпидемии пора задуматься уже сейчас. По данным Федеральной службы Роспотребнадзора, в ближайшее время намечается уже подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Российской Федерации. Ежегодно в Российской Федерации регистрируется 25-30 миллионов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Существует более 2000 возбудителей различных острых респираторных вирусных инфекций. Но самое тяжелое, которое выделяет государство и медицина, это, конечно же, грипп. Тяжелейшее инфекционное заболевание, которое опасно своими осложнениями. Пневмонией, осложнением на сердечно-сосудистую систему, на нервную систему. Заболевание инфекционное, которое может привести к модернизации или даже к летальному исходу. Последние два года в Анапе, благодаря успешной профилактической работе, заболеваемость гриппом была снижена. Случаи осложнений и тяжелые формы протекания болезни не регистрировались, и летальных исходов не было. Благодаря прививкам был создан коллективный иммунитет от гриппа. Уважаемые жители, уважаемые родители, руководители объектов, я обращаюсь к вам. Сегодня наиболее эффективным методом профилактики является вакцинация населения. У нас практически уже заканчивается вакцинация детей, но остается еще вопрос по вакцинации взрослого населения. Пожалуйста, в ближайшие буквально дни, в ближайшие эту неделю и следующую неделю проконтролируйте, как провакцинирована ваша семья. Особые требования и рекомендации к работникам транспортной сферы, коммунального хозяйства, торговли. Люди этих профессий наиболее подвержены риску заболевания и в силу своей работы за один рабочий день могут заразить тысячи людей. Также вакцинацию рекомендовано провести в вузах, защитить от инфекции студентов среднеспециальных учебных заведений и призывников. Создав коллективный иммунитет, мы защитим себя и своих близких от тяжелой инфекции, от гриппа. Проявите заботу о себе и о своих близких. На базе корпоративного центра оздоровления «Сибур-Юг» экскурсоводы получили сертификаты о повышении квалификации. Специалисты учебного центра «Азово-Черноморские курорты» провели семинары, тренинги и учебные экскурсии для специалистов туристской отрасли. Профессия экскурсовода престижна, сложна и многогранна. Видимая легкость работы на самом деле дается многолетней практикой и постоянным обучением, чтобы дорасти до настоящего профессионала. Более 12 лет Елена Машонина изучает особенности этой профессии. Несколько раз проходила занятия, курсы, повышала квалификацию и постоянно работает над собой в профессии. Любимая экскурсия Елены – водопады. Одна из самых сложных и ответственных. Именно там проявляются все организаторские способности, а для экскурсовода – это самая главная черта. Меня очень радует, что администрация города Анапы заботится о своих экскурсоводах, о своих кадрах и устраивает мероприятия, которые помогают нам улучшить свои знания. Мне очень нравится эта работа, я эмоционально выкладываюсь, мне очень нравится работать с людьми. Это очень эмоционально, подпитывает тебя изнутри, ты даешь энергетику своим туристам и, соответственно, туристы тебе дают эту энергетику. И поэтому это уже для меня не работа, а образ жизни. Я специализирую несколько лет по водопадам. Это достаточно сложная экскурсия, когда ты берешь группу от 30 до 70 человек и ты на целый день уходишь в лес. Два дня на усвоение пройденного материала. Первый день – лекции, тренинги. Приглашают психологов и стресс-менеджеров. Экскурсоводы учатся управлять своими эмоциями в стрессовых ситуациях, организовать группы и увлекать туристов историями. Второй день – учебная экскурсия в черкесский аул. Он должен любить людей. Это первое качество, которым должен обладать экскурсовод. Он должен быть очень коммуникабельным. У него должны быть определенные знания, как теоретические, так и практические, специфика профессиональной деятельности. Но во главу угла мы всегда говорим, что экскурсовод, он знает, что он несет людям праздник, радость. Он является лицом того города, который представляет. И, конечно, он должен уметь общаться с людьми с разными категориями и с разным контингентом. Экскурсоводы из Тюбрюка, Геленджика, Анапы, Новороссийска и Краснодара получили сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации. Такие семинары стали традиционными и проводятся для профессионалов по всему Краснодарскому краю. Участники этого семинара поблагодарили организаторов и специалистов центра «Сибур-Юг» за возможность пройти обучение в комфортных условиях, предоставленных в центре. И в этот же день среди экскурсоводов провели конкурс названия «Лучшего в профессии». 18 конкурсантов доказывали, они лучшие экскурсоводы и готовы провести самую интересную встречу с туристами и рассказать об особенностях Кубани. Экскурсоводы Краснодарского края прошли испытания в двух этапах конкурса – тестирование и индивидуальное собеседование. Конкурс стал увлекательным путешествием по историческому прошлому нашей страны и края. В курортном поединке проходит тестирование, после которого будет индивидуальная беседа с каждым экскурсоводом. Комиссия состоит из трех человек, в которую вошел номинант лучший экскурсовод 2013 года. В декабре подведут итоги конкурса и по результатам тестирования в Краснодаре состоится церемония награждения лучшего экскурсовода Краснодарского края в рамках проекта «Курортный Олимп». Продолжаем выпуск информационным сообщением от Анапа «Горгаз». Анапский участок «Газпром» межрегион «Газкраснодар» обращается к потребителям природного газа. В избежание ограничения поставки газа за неуплату или неполную оплату в течение трех расчетных периодов подряд, потребителям Анапского региона необходимо в кратчайшие сроки погасить задолженность в полном объеме. Работы по приостановлению подачи газа за неуплату активизируются. На особым контроле состоят абоненты, которым были направлены уведомления по приостановлению исполнения обязательств поставщикам газа. Уважаемые абоненты, не подвергайте себя риску и не вводите себя и своих близких в дополнительные расходы. Накануне Дня Матери мы знакомим Анапчан и гостей курорта с выдающимися мамами, которые воспитывают приемных детей, многодетные мамы и те, кто считает, что быть мамой – это тоже профессия. За семейным столом у каждого свое занятие. Дима и Ваня вместе с папой мастерят из конструктора дома и машины. Ира с мамой Натальей занимаются рукоделием. Стежки ровно ложатся на полотно, скоро будет картина. Подарок бабушке. В большой семье не скучно. 11 лет назад Наталья Авдаева переехала из Архангельской области в станицу Гастагаевскую к будущему мужу. Через год родилась Ира. Вот так возьми уши уже и все. Мы лежали в палате в роддоме, и женщина там тоже третьего ребенка родила, а я Иру первая. Она говорит, смотри, наши самые хорошие. Дочкина улыбка для мамы – самое главное. Своей принцессе Наталья читала книги, учила всему, что знает сама. Сегодня Ире уже 10, и она сама может научить маму чему-то новому. Например, играть на фортепиано. Ивану 5 лет, он мечтает стать доктором. Человек маленький, но уже обстоятельный и серьезный. Любит уединиться и поразмышлять. Трехлетний Дима – бойкий и любознательный. Воспитание – процесс непростой. Наталья Авдаева старается воспитать детей самостоятельными и честными. Я стремлюсь так, чтобы, во-первых, они правду говорили, чтобы так честно все было. Если что-то у Иры в школе, двойка, так двойка бывает у нас иногда. Там или что-то, чтобы она честно рассказала. Там стараемся исправить. А так, чтобы еще самое главное – это послушание. Папа сказали, должны сделать. У своей мамы Наталья – единственный ребенок. Мама – это мягкость, утешение, любовь, ласка. Она же далеко у меня. Все, надо каждый день позвонить. А лучше два раза в день позвонить. В каждой детской поделке – искренняя любовь. Мама Наталья все хранит. И веточку мимозы, и панно, и все рисунки. Она позволяет детям быть детьми. Иногда шуметь, кувыркаться и шалить. Ну, здоровый ребенок должен шуметь. Его желательно должно быть видно, слышно. Но когда тишина, это уже страшно. Наталья Авдаева в свободное от работы мамой время работает фельдшером выездной бригады скорой помощи. Новые люди – новый опыт каждый день. Душу греет, что дома ждут три маленькие сердца и одно большое. Предстоящему дню матери Ваня приготовил маме подарок. Выучил стихотворение. Кто ко мне с утра пришел? Мамочка. Кто сказал, пора вставать? Мамочка. Кажу, кто успеет свалить? Мамочка. Своих детей Наталья поддерживает во всем. Например, Ира любит животных. Всех бездомных кошек и собак несет домой. Мама разрешает дочке оставить их при условии, что она будет ухаживать за животными. Быть мамой – значит жалеть всех и любить. Делиться с каждым теплым комочком своим теплом и заботой. Иногда забывать о себе и уметь жертвовать временем для своих близких. Быть мамой – это лучшая работа. Без отпуска и выходных. Днем и ночью – 365 дней в году. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. В четверг, 20 ноября, в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 12-14, ночью до 7 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 11 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова